С самого утра шел дождь и закончился лишь перед самым началом матча. Выглянуло солнце и воцарилась вполне футбольная погода. Начало матча проходило в спокойном русле. Команды не форсировали события, игра проходила без обостряющих передач и опасных моментов. Но ровно до 22-й минуты, когда 9-й номер хозяев Владимир Фидлер, после разрезающего паса в штрафную гостей, с острого угла поразил ворота Форреса 1-0. После гола игра оживилась, футболисты забегали быстрее, моментов стало возникать больше. Полевчане стали подолгу гостить на чужой половине поля, но до перерыва счет так и не изменился. Во втором тайме шла открытая игра и у гостей стали получаться опасные выпады. Наши же футболисты вышли на второй игровой отрезок немного расслабленными, но во время мобилизировались, стали наносить много ударов по воротам гостей. Но либо попадали в голкипера, либо вовсе мимо створ ворот летел мяч. На 66-й минуте гости в своей штрафной площади сбили игрока трубников и судья назначил 100% пенальти. Лучший бомбардир полевчан Алексей Филин с 11-метровой отметки точно пробил в угол. Вратарь угадал направление полета мяча, но выручить свою команду не смог. 2-0. Еще через 9 минут отличился Михаил Галимов. Прочитав хитрую комбинацию, он довел счет до разгромного. 3-0. Приятно выигрывать, тем более на ноль этот, в родных стенах. То есть приятно очень и для болельщики, я думаю, очень понравилась болельщикам игра сегодняшняя. Пытались команда соперников прессинговать нас, немножко перестроились. Во втором тайме уже, видимо, и сил у них поменьше осталось, чем у нас. Продолжение следует...